И к другим темам. В Дагестане прошел слет молодежного антинаркотического движения. В этом году в нем приняли участие 120 человек – активисты и представители общественных организаций. Они посещали обучающие лекции, семинары по противодействию наркомании и пропаганде здорового образа жизни. По итогам трехдневного интенсива форумчане приняли резолюцию и составили план действия на 2019 год. Подробности у Пасима Тханаповой. Более 7 миллионов россиян хотя бы раз в жизни попробовали, что такое наркотик. Регулярно употребляют отраву более 2 миллионов человек. Эти цифры – данные социологических опросов. Так, реальное количество наркоманов в России, вероятно, еще выше. Проблема есть, и с ней нужно бороться. Ученые отмечают, что ее можно решить в первую очередь пропагандой здорового образа жизни. Это понимают и участники республиканского антинаркотического слета. Проблема сегодня есть. И мы считаем, что для Дагестана это ненормально. И хотим, чтобы этого не было. И вот наше поколение взяло на себя ответственность бороться с этим делом. И у нас уже есть положительные результаты. За год наша команда провела 120 рейдов, как антиалкогольных, так и антинаркотических. Видим результат, что некоторые законы, которые у нас в республике не работали, они начали работать. И это хорошо. И данные результаты мотивируют ребят на то, что они видят результат, и у них еще больше интерес появляется работать в этом направлении. Форум проходит уже второй раз. Как пример здорового образа жизни, в нем принимают участие именитые спортсмены. На образовательных площадках выступают спикеры, представители МВД и других ведомств. Также были организованы развлекательные площадки, турнир по мини-футболу, дискуссионная игра «Терки». Наша главная задача – консолидировать деятельность молодых людей, чтобы они, возвратившие свои муниципальные образования в ВУЗы, в СУЗы, в Республики, проводили профилактические мероприятия именно с той молодежью, где они обучаются по методике равной-равной. У нас уже прошли ряд мастер-классов по пропаганде здорового образа жизни. Вообще у нас имеется три направления. Это профилактические мероприятия, спортивно-досыговые и интеллектуальные. Первый антинаркотический молодежный форум впервые прошел в 2014 году. Он призван объединить более 30 общественных организаций. Данное движение уже создано в 40 муниципальных образованиях республики. По завершении трехдневного слета каждый участник получил сертификаты. Они дают им право проводить работы по профилактике наркомании. Патимат Ханапова, Муротбек Барзов, телеканал ННТК, Рабудахкенский район.